Изюм. Массовые захоронения, найденные в лесу деоккупированного города. Эта находка потрясла весь мир. Более 450 могил. В них и мирные жители, иногда похороненные целыми семьями. И военнослужащие, защитники Украины. Сейчас уже установлено, что 90% тел погибших имеет следы насильственной смерти. Это фото стало очередным доказательством геноцида украинского народа. Шокирующий снимок мертвой руки с желто-синими браслетами. Это фрагмент тела украинского военного из Никополя Сергея Савы. Браслеты, которые подарили ему дети, еще в 2014 году он не снимал никогда. Именно благодаря им и татуировкам жена опознала мужа в считанные минуты после начала эксгумации. Оксана уже забрала тело Сергея из Харьковской области и сейчас направляется в родной Никополь, где ждут дети, родственники и друзья, чтобы отдать уважение и провести отца и защитника Украины в последний путь. Мы каждый день со старшим сыном пересматривали карту деоккупации, как наши войска продвигаются на ту территорию, где находился муж. Мы каждый день считали антиметры и смотрели населенные пункты. Конечно, на тот момент я понимала, что все плохо и шансов у нас никаких не было. Но главная моя задача была принять, как все есть, и вернуть своего мужа домой, чтобы встретиться с ним в последний раз. Сергей Сова. 36-летний военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Границы родной Украины мужчина защищал еще с 2014 года. Во время полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Сергей находился на боевых позициях в Харьковской области. «Связь оборвалась в день боя. 19 апреля у него вышло связаться со мной на несколько минуточек и сообщить, что очень тяжелая ситуация на том направлении, где они были. Силы у наших бойцов были неравные с врагом, к сожалению. Вражеская артиллерия, авиация и танки тогда просто разносили, к сожалению, наших парней, наши позиции. Конечно, я понимала, я знаю своего мужа, знаю его характер, его мужество, его нрав. Понимала, что он не отступит. Он говорил всегда, за что гибнут наши парни, наши побратимы. За то, чтобы мы отходили назад? Никогда. Я понимала, когда пропала связь, что произошло что-то плохое. Но была надежда все равно. Хотя мне, побратимы с других подразделений говорили, что плен — это не для Сергея. Тело мужа Оксана опознала 16 сентября. По фото, сделанным во время эксгумации тел под изюмом. Появились эти захоронения, эти фотографии, когда началась эксгумация тел. Но мне нужно было долго ждать. Это фото, тело моего мужа, сразу появилось на просторах интернета. Татуировки на теле сохранились. И даже там, где рука с браслетом, ниже плеча, на внутренней стороне руки, там надпись. Имя нашей дочери. Первые буквы на фото видно. Это было очень тяжело. Но я на самом деле готовила детей к этому. Потому что понимала, время идет с того момента, как он пропал без вести. Понемногу готовила их. Теперь он будет охранять нас с неба. Было тяжело. Я не знаю, какие слова подобрать, но было очень тяжело. Но они у меня бойцы, как выяснилось. Такие, как папа. Папина копия старший. И маленькая тоже. Наверное, я уже сломалась. А они бойцы. Они меня больше поддерживают, чем я их должна была бы поддерживать. Это все копия характера их папы. Это его заслуга. Сергей и Оксана прожили в браке 15 счастливых лет. Воспитали двоих детей. Имели общее увлечение. Очень любили дрессировать собак. Это его еще одна любимая профессия. Так как армия его всегда звала за собой, так и кинология его всегда привлекала. Мы уже были женаты, и мы начали увлекаться собаками. И нашим семейным делом стала кинология. Это была наша любовь. Старший сын увидел мое отчаяние, мою боль, и он написал президенту письмо, в котором просит, чтобы отца вернули скорее домой, для того, чтобы достойно его похоронить. Для него была бы честь принять награду от президента за мужество отца, к сожалению, посмертно. Это пример того, как воспитал его отец. И это явный пример, какой сын растет у такого мужественного воина. Растет такой сын. Расплата будет. Его побратимы, наши друзья уже это делают за каждого парня, за каждого погибшего героя, за каждое мужество не сломленное. Каждый день наши парни это делают. Вот такая расплата. Каждый день наши хлопцы это делают. Вот такая расплата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова